Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Так выглядит счастье. По программе «Семейный капитал» открыто почти 127 тысяч депозитов. На первую ребенку мы назначаем 605 рублей. Как поддерживать государство? Не спрятаться, не скрыться. В могиле задержан нетрезвый водитель. Какова цена безрассудства? Парад планет. В Вавруйске заработала детская научно-космическая лаборатория. Я как разработчик проекта ДНК не ожидала такого отклика от детей. Чем еще занимаются ребята на каникулах? А также китайские медикаменты, отопительный сезон и централизованное тестирование. Абитуриенты проверят знания белорусского языка. Когда? Система сдерживания. Глава государства посетил одно из предприятий военно-промышленного комплекса. Ранее, напомним, Александр Лукашенко отдавал поручение организовать в стране производство наиболее используемых типов боеприпасов. В ноябре прошлого года эта работа началась. Сегодня в Беларуси изготавливают артиллерийские снаряды, авиационные бомбы и опытные образцы оружия. Многие успешно прошли испытания. Оказывается, это очень нужно в армии. Ракеты ракетами, высокоточное оружие, самолеты, вертолеты, леопарды, бредли, которые уничтожаются. Так же, как и советские наши танки и БМП, мы это увидели недавно в результате первого этапа контрнаступа. А как оказалось, грады наши, новые, модернизированные, это не советские, грады, шквал и РСЗО, вот они дальше там стоят, смерчи и прочее. Они оказываются очень нужны и решают большие проблемы на фронте. Поэтому хорошо, что мы далеко не влезли в дорогостоящие вещи, которые мы и произвести не сможем, а надо было закупать. А вот на земле это все плюс автоматы, пулеметы, гранатометы, они решают большие-большие проблемы. Кроме того, Беларусь готовится к размещению на своей территории тактического ядерного оружия. Президент не устает повторять, это элемент сдерживания. И применено оно может быть лишь в одном случае – военной агрессии в адрес нашей страны. Алкоголь и дорога – вещи несовместимые. В Могилеве задержан нетрезвый водитель. Около четырех часов утра наряд ДП заметил БМВ, которая повернула на большой скорости и оказалась на встречной полосе. Затем мужчина остановил машину через несколько сотен метров и попытался убежать. По внешним признакам стало очевидно. Накануне автомобилист выпивал. Однако от освидетельствования он отказался. Особое внимание милиционеры уделят выявлению автолюбителей и мотоциклистов, всехших за руль в состоянии опьянения, либо не имея права управления, игнорирующих соблюдение скоростных режимов, пренебрегающих требованиями правил обгона и маневрирования, а также проезда пешеходных переходов. Мужчине грозит лишение прав на пять лет и штраф 7400 рублей. Весомая поддержка. По программе «Семейный капитал» открыто почти 127 тысяч депозитов. Он назначается при рождении третьего или последующего ребенка. В 2023 сумма выплат почти 30 тысяч рублей. Большинство многодетных сообщили о намерении использовать средства досрочно. Это стало возможно с января прошлого года. Чаще всего деньги идут на улучшение жилищных условий, медуслуги и образования. За последние 10 лет количество таких семей увеличилось на 70%. В семье назначается пособие по уходу за ребенком и его размер также значительный. Сегодня он превышает уровень минимальной заработной платы. На первого ребенка мы назначаем 605 рублей. Если в семье воспитывается еще один ребенок в возрасте до 18 лет, то размер пособия уже 870 рублей и он выплачивается на протяжении трех лет. Поддержка государства начинается еще до рождения малыша. Женщины получают бесплатное, доступное и качественное медсопровождение. К тому же, например, при появлении на свет первенца выплачивается единовременно 3,5 тысячи рублей. Сфера ценообразования, старт тестирования и посещения лесов. В стране продолжают действовать ограничения и запреты. В каких областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность? Грумкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Президент подписал указ о принятии мер в сфере ценообразования. Документ направлен на формирование наиболее прозрачного механизма экспортных цен на отдельные товары. Также теперь максимально допустимый рост платежей населения за жилищно-коммунальные услуги не должен превышать половины базовой. Ранее он был привязан к долларовому эквиваленту. В Беларуси могут начать производить китайские медикаменты. Речь о лекарствах, вакцинах и инсулине. Пандемия коронавируса негативно сказалась на раннем выявлении онкологических и кардиологических заболеваний. Теперь эту ситуацию нужно исправлять. Для этого нам важны поставки с КНР нового диагностического оборудования. В стране 14 июня стартует централизованное тестирование. Абитуриенты проверят знания белорусского языка. Условия проведения будут идентичны с ЦЕ. Это касается как сложности заданий, которые полностью соответствуют школьной программе, так и расчета тестовых баллов. Всего для прохождения ЦТ зарегистрировано более 55 тысяч человек. Жилищный фонд готовят к отопительному сезону. Специалисты осматривают тепловые узлы, проверяют оборудование. Проводят профилактический ремонт и гидропневматическую промывку системы. После тестовые испытания. Подготовку коммунальные службы начали сразу же после отключения батарей. Дедлайн всех работ в середине июля. Получить паспорта готовности нужно до 1 сентября. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 79 районах Беларуси. В Могилевской, Минской и Витебской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность в природных экосистемах. Относительно благоприятная ситуация наблюдается только в Гомельской и Брестской. МЧС призывает к предельной осторожности. Узнать оперативную информацию можно на сайте министерства. Негативная прогрессия. В Могилевской области увеличилось число заболеваний ламбореллезом. Зафиксировано 44 случая. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эпидемиологическое расследование показало, 99% заболевших своевременно не обратились за медпомощью и не получали лечение после укуса клеща. При обнаружении клеща на теле необходимо как можно быстрее удалить его. Обратившись в организацию здравоохранения или, если нет такой возможности, удалить самостоятельно. Для этого используются специализированные средства для удаления клеща заводского производства. Согласно инструкции, можно пинцетом удалить или нитевой петлей. Специалисты напоминают, чтобы обезопасить себя, достаточно соблюдать простые правила. На прогулке надевать светлую, максимально закрытую одежду и пользоваться защитными средствами. Знание сила в Вавруйске заработала научно-космическая лаборатория. В Центре доп. образования детей и молодежи ребята постигают азы инженерии, механики и биотехнологий, строят 3D-модели небесных тел и проводят эксперименты с экосистемами. О каникулах с пользой Татьяна Горбач. Узнать тайны Вселенной и стать астронавтом. 11-летний Егор Лазаренко с интересом вглядывается в карту звездного неба. Уже неделю парень посещает научно-космическую лабораторию в Центре доп. образования детей и молодежи. Вместе с ребятами делает макет солнечной системы и проводит занимательные опыты. Эти занятия помогут нам узнать очень много нового. Нам тут рассказывают и про космос. В лаборатории мы занимаемся садоводством, экспериментируем, в каких условиях наши растения будут расти. Ребятам некогда скучать. Весело и непринужденно они постигают азы космической инженерии, механики и биотехнологий. Мальчишки и девчонки от 8 до 13 проводят эксперименты с экосистемами и узнают законы движения небесных тел. Даже свои отряды называют в честь звезд. Мирам, Сириус, Саргас. Я как разработчик проекта ДНК не ожидала такого отклика от детей. Для меня было большим удивлением, когда наши ребята смогли в течение 40 минут действительно удерживать свое внимание на документальных фильмах, не на мультиках, не на сказках, а на документальном фильме, связанном с МКС, как самой большой лабораторией. Им было действительно очень интересно познавать новое. Они задают очень много вопросов. А в этом классе создаются 3D-модели космических кораблей, планет и астероидов. С помощью компьютерных программ, которые используются в киноиндустрии, дизайне и архитектуре, дети постигают основы астрофизики. Занятия развивают воображение, усидчивость, учат нестандартно мыслить. Каждому индивидуальный подход. Что нового ты здесь узнал? Как движутся спутники, как движутся планеты и что происходит в космосе. Мне нравятся 3D-моделирования, еще мне нравятся делать скрипты. И вообще делать программы мне нравятся. Отдохнуть, развлечься и научиться – неофициальный девиз летнего отдыха. У Центра доп. образования собираются ребята со всего города. Тематические площадки от ГАИ, МЧС, Освода манят как магнит. Мальчишки и девчонки получают самые важные навыки в жизни. Плюс участвуют в конкурсах, разгадывают загадки и делают селфи. Служба МЧС заинтересована в том, чтобы большие летние каникулы у детей прошли безопасно. Спасатели напоминают детям, как себя вести безопасно дома, когда они остаются одни. Как себя вести безопасно на водоемах, отдыхая на природе, на игровых площадках, либо когда собираются в лес. На летних каникулах в Могилевской области планируют оздоровить около 46,5 тысяч детей. Это на полторы тысячи больше, чем в прошлом году. На эти цели из республиканского бюджета выделено свыше 6 миллионов. В среднем путевка в лагерь обходится в 65 рублей. Плюс интересный и разнообразный досуг. Все для того, чтобы школьники вернулись на занятия с новыми силами и незабываемыми впечатлениями. Татьяна Горобач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будный вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!